Песох Но хочу рассказать кое-что, что я считаю важным, чтобы вы знали Вчера у нас были гости И один из гостей задал мне вопрос, который я слышал много раз Вопрос был такой, с вами легче проводить Песох, чем в России И вы не проходите всю Агаду слово за слово Я понял, что вопрос был такой Почему вы не говорите про Иешуа, когда вы смотрите на символы, которые лежат на столе Вы знаете, что есть люди, которые заходят в рассказ Песох И на каждом условии, на каждой точке останавливаются и говорят про Иешуа И есть оправдание такого подхода Особенно так делают люди, которые хотят и себе и другим доказать, что Иешуа это истинно И поэтому в каждом уголке ищут параллели с ним Вот три ангела пришли к Аврааму Два были тот и другой, а третий был Иешуа Или вот ангел Господень был в пустыне, это есть Иешуа Или Иешуа встретил ангела Божьей армии, это был Иешуа То есть в каждом уголке Писания ищут Иешуа Я раньше делал то же самое Но потом понял, что нет смысла в этом Потому что если мы верим, что все находится под властью Господа Тогда есть время, что он делает что-то таким образом И приготовляет путь для этого И вот на определенном пункте приходит тот, которого мы зовем Иешуа Поэтому нужно, можно относиться к Святому Писанию так, как оно написано И не выдумывать какой-то рассказ, который иногда кажется странным И на Песах Уж точно есть много символики Но не нужно с самого начала начинать говорить про Иешуа Конечно, есть мессианская линия Но мессианская линия есть и в Бытие, в первой главе, где говорится про свет Божий и про другие разные вещи Я помню одну старую шутку, длинную старую И в одной общине, когда был детский урок И учительница показала на уроке такую красивую картинку Белочки И говорит детям, кто это? И один мальчик поднимает руку и говорит Я знаю, что правильный ответ, конечно, что это Иешуа, но уж очень он похож на Белочку Я хочу сказать, что мы живем в таком месте, где все говорит про Бога И для каждого времени есть свой ответ и свое направление Конечно, есть много символизма, есть разные знаки и указатели, которые показывают нам направление, где находится Бог Но если мы будем относиться к Святому Писанию согласно тому, что там написано Тогда в нашей вере мы будем более сильными И в логике нашей, в нашем понимании Поэтому моя сегодня проповедь называется «Верен Бог» И до того, как я начну говорить Я хочу провозглашить провозглашение, которое находится в послании Ефесянам Что мы были спасены благодатью, не делами И это Божий дар Что это значит? Все, что происходит с человечеством Все хорошее, что происходит с человечеством Это только по милости и благодати Бога Не потому, что кто-то что-то заслужил Это самое главное послание Святых Писаний Конечно, в нашем мире есть принцип мера за меру И мы назовем этот принцип справедливостью Он написано о нем и в Торе и в Словом Завете И Ишуа говорит Если ты кому-то зло сделал, то к тебе оно возвращается Если ты кому-то делаешь добро, то к тебе возвращается добро Но мы знаем, что в человеке нет много доброго И поэтому нам нужно согласиться Что все в истории человечества Мы не знаем даже сколько тысячелетий это взяло Все хорошее, что происходит с нами, это милость Бога И есть такое выражение Еврейское выражение Когда Бог дал только праведность и только суд Никакое творение не могло стоять перед Богом Потому что написано, что даже в ангелах он усматривает недостатки Поэтому все творение восклицало с милостью над нами И тогда он послал благодать Поэтому в Танахе есть такое выражение Что Божья милость превозносится над судом Слышали? Можно сказать Амэн Я хочу прочитать из Бытия Пятнадцатая глава Я буду читать на русском Поэтому на других языках Читайте на своих языках Очень древний рассказ Бытия пятнадцатая глава Авраам сказал Владыка Господи Что ты дашь мне, я остаюсь бездетным Распорядитель в доме моем этот Элеезер из Дамаска Сказал Авраам Вот ты не дал мне потомство И домочадец мой, наследник мой И было слово Господа к нему и сказано Не будет он наследником твоим Но тот, кто произойдет из тресел твоих Будет твоим наследником И вывел Бог Авраама из шатра И сказал, посмотри на небо, сочетай звезды И ты сможешь счесть их И сказал ему, столько будет у тебя потомков Когда мы смотрим на небо, мы не видим много звезд Потому что мы живем в городе Из-за того, что много искусственного освещения Мы не видим звезды Кто-то мне один раз дал очки ночного видения И я посмотрел на небо Это просто удивительно Невозможно сосчитать Просто Вообще невозможно сказать И здесь Бог говорит Аврааму Не переживай У тебя будет множество детей Авраам 6 стих поверил Господу И он вменил ему в праведность И сказал ему Бог говорит Аврааму Я Господь, который увел тебя из ура халдейского Чтобы дать тебе землю с его владения И Авраам, посук шмоне Говорит Адонай, Господь Как я узнаю, что я буду владеть этой землей Такой тривиальный диалог Мужчина, который уже в почтенном возрасте Без детей У него есть откровение Психиатры сказали бы про него точно, что он шизофреник Но мы знаем, что это наш праотет И у него было откровение И он спрашивает Бога, Господь, как я точно буду знать? Это нормальный вопрос Когда ты собираешься идти найти работу Ты заходишь в место работы И спрашиваешь владельца Если я буду работать на твоем заводе 8-9 часов в день И буду делать это и следующее Сколько я буду зарабатывать? Это нормальный диалог Здесь кое-что подобное, похоже И вот 9 стих 10-11 Они делают ритуал Какой ритуал? Какой ритуал? Тогда это было заведено на Ближнем Востоке Они приносили жертву И сжигали И это было знаком Таком того, что каждый из сторон сказала Пусть со мной будет то, что произошло с этой жертвой Если я не буду стоять в своих обязательствах И что они сделали Возьми трехлетнюю целицу Козла И овна И горлицу И молодого голубя Пять животных Он взял И растек их пополам И они их сожгли И были птицы Которые пытались съесть эти жертвы То есть было что-то очень странное Какие-то помехи И Авраам стоял И выгонял этих птиц И написано в двенадцатом стихе При захождении солнца крепкий сон напал на Авраама И вот на него напал ужас и мрак великий И сказал Господь Аврааму После того, что там все произошло После нормального вопроса, который задал Авраам Как я буду знать, что я буду хозяином этой земли? Вдруг возникает странный вопрос, по-моему Ответ Знай Пасук шло шесре В арбайсре В хаме шесре В шешесре Знай Что потомки твои будут пришельцами В земле не своей И поработят их И будут угнетать их четыреста лет Но я произведу суд над народом У которого они будут в порабощении И после сего они выйдут с большим имуществом А ты отойдешь к отцам своим в мире И будешь погребен в доброй старости В четвертом роде Возвратятся они сюда Ибо мера беззакония Мария в доселе еще не наполнилась Как понять ответ Господа? Он говорит Авраам спрашивает Как я буду знать, что это будет мое? И ответ такой Твои потомки будут пришельцами и в четыреста лет В другой земле будут рабами И потом только вернутся сюда Кто со мной согласен, что ответ достаточно странный? Как это понять? Но ответ на понимание не такое сложное Такое понимание Несмотря на то, что твои потомки Упадут с уровня твоей праведности Оправдание И за наказание Я их рассею по всей земле Но из-за того, что я верен тебе, Авраам Я обещаю, что в один день я соберу их Я вытащу их из земли рабства И я восстановлю их статус И они будут как ты Это мила шили Амар Адонай Это мое слово, так сказал Господь Поймите еще раз Другими словами Мы Израиль Сыны Авраама Мы все еще сыны людей И из-за того, что произошло там В Эдемском статусе У нас нет баланса внутри Мы стоим против греха Но нам не получается И мы постоянно падаем И есть которые падают еще больше Но Господь сказал Из-за того, что они твои дети, Авраам Я обещаю тебе Что как бы они ни упали Я их найду И я подниму их Я возвращу их физическим образом В их землю Но то, что еще более важно Я восстановлю их духовный статус И мы из истории Израиля видим Что это произошло много раз Наш народ был в Египте Они спустились настолько Что стали как египтяне Поклонялись всех им божествам Но Господь был уверен И вытащил их из Египта Потом они опять упали И их рассеяли Вавилон И опять они спустились На самое одно Помните рассказ Пурима Почему это произошло Потому что весь народ забыл Бога Но Господь восстановил их И возвратил их В их землю Потом были нападки греков Вели Александр Великий Когда пытались уничтожить Еврейскую идентификацию И приносили жертвы Зевсу в храме Но Господь восстановил наш народ Потом были римляне Потом были разные вещи Огромные уничтожения массовые И все что произошло с нами И на общем уровне И на личностном уровне Помните ли Рассказ о блудном сыне Кто помнит историю про блудного сына То же самое Он был любимым сыном Своего отца И вернулся вниз На уровень Свиньям Но однажды Возвал И Господь помог ему Неиман Адонай Лемила Шеевтиях Леврам Верен Господь Тому слову Которое обещало Аврааму Есть три фактора Которые постоянно В действии Чтобы исполнить Это обещание Про первый фактор Я уже говорил Кто-то помнит О чем говорил в начале Божья милость Божья милость Божья милость превыше всего Второе Это то, что народ Или отдельный человек Должен понять Где он находится Что произошло в Египте После того, как они Работали тяжело Они вспомнили Куда же мы упали И начали взывать Господь Спаси нас И блудный сын Если у тебя есть Какой-то родственник Который оставил Господа И очень отдалился И ты разными способами Хочешь возвратить его Господу Ничего не получится Я попрошу Чтобы все меня послушали Особенно те, которые Сейчас в телефонах Своих играются Если ты Если ты У тебя есть Близкий человек Семья Или друг Который Настолько отдалился И ты Пытаешься Разными способами Возвратить его Мы знаем Мы знаем Что В основном Его реакция Будет нулевая Пока он сам не вызовет Господь Помоги мне Это то, что произошло С нашим народом Египетским Это то, что произошло С нашим народом В Бабилоне Это то, что происходит На уровне народа Или на личностном уровне С нашим народом всегда И третий фактор То, что мера за меру Всегда все равно Этот фактор должен действовать Справедливость должна быть Всегда должен быть кто-то На кого Бог изливает гнев За всех нас И вот выход из Египта Что мы учим из выхода из Египта Согласно посланию Галатам Это было с помощью ангелов Не было там Нухах Иешуа Там не присутствовал Возможно Как Сын Бога Духовным образом Не знаю Не видели Но в послании Галатам Что исход из Египта Произошел с помощью ангелов И так же мы историю И так же мы историю Ичим то, что Был ангел На мешков Кому что Митсуяр Канбазе Его кровью Мазали Косяки Как здесь написано Малах Адонай Пасах И Божий ангел Прошел Мимо Домов Израильтян И произошло чудом Когда у Моисея Появилось Достаточно власти Чтобы призвать Весь народ И вывезти его Из этой страны И в конце концов Произошли Макот Они сделали Макот Про казни я не говорю Макот Они сделали Макот Про казни я не говорю Потому что Это Это наказание Египта Так ему надо И потом они пришли В обитованную землю Восстановил их Господь И возвратил Стоял на слове Которое он дал Отцу нашему Аврааму Мы учимся Из Святых Писаний Что Постоянно Когда Господь Исполняет То что он обещал Аврааму Происходит Несколько вещей Он Открывает Израилю Новое Откровение Не то что они Совсем не знали Но он Сосредоточивает их На Откровение Кто-то учил В школе Математику Мы знаем Что В первом классе И в десятом классе Мы учим ту же математику Только на совершенно разном И поэтому каждый раз Когда Господь Приносил помощь народу Израилю Он открывался им Все больше и больше Когда он вывел Наш народ из Египта Естественно там сформировалась Какая-то ассоциация и система Решен И ция Лацет Ме Абдут Лехерут Во-первых Это выход Выйти Из Рабства На свободу Во-вторых Это Агнец Божий Мы верим В Йешуа Мы верим Что Мы верим Что это Естественно Однозначная Параллель К нашему Машиеху Они Они Начали Печь Мацу И это означало Что им нужно Быть чистым от греха И После завтра Начинается праздник Который называется Сфера Исчисления Снопов Вы знаете Знаете На что показывает Этот праздник Здесь Здесь говорится Про воскресенье Из мертвых Написано Про Исшуа В послании Коринфином Что он Как первый Снопов Он Восстал Из мертвых И Там Была Устроена Эта Ассоциация После Египта Они Устроили Исчинью Естественно Это Параллель Исчинья Небесная И Все жертвы Которые Они стали Приносить После Исхода Из Египта Показывали На нашу Нужду Очиститься Естественно На совершенную Жертву Исшуа Спустя 2000 лет Вещи Которые Были Там Немножко Открылись Произошли В образе Откровения И То Что Интересно Что В этом году Когда Мы Празднуем Праздник Песох Даже По Дням Происходит То же самое Что Произошло В Новом Завете Если Мы Открываем Новый Завет Мы Учим Что С Четверга На пятницу Ешуа взяли Его Арестовали И Свой Песох Он Праздновал День До Этого Сложный Вопрос И Есть Много Разных Мнений Согласно Тому Месту Где Он Праздновал Свой Седер Песох Бетхания Там Жили Исей Так Говорят Мне Нравится Эта версия Есть Другие Версии И Календарь Исей был Один День Вперед Чем Все Израильтяне Из-за того Что Он Сделал Седер Песох Вместе с Есеями Он стал Агнцем Божьим Поэтому Его Арестовали Вечером В пятницу В четверг И Вся Ночь С четверга На пятницу Это был суд И Один Израильтянин Профессор Клаузнер Он Профессор В еврейском Университете В Иерусалим Написал книгу Про суд Ешуа Он Ортодоксальный Еврей Но Он Написал Насколько этот суд был Несправедлив И Мы знаем что в пятницу примерно в 9 утра Ешуа был распят Он И в 9 часов вечера в 9 часов утра в пятницу в 9 утра когда он был распят Он висел на кресте где-то 6 часов и он там умер Это было немного странно потому что на кресте не так быстро умирают 10-10 10-12 20-40 часов обычно здоровый человек мог висеть на кресте от 20-40 часов но все страдание мира было на Ешуа это то что разорвало его сердце это был агнец Божий и где-то в 3 часа после полудня он умер и написано так в посланиях что в Евангелиях что должен был начаться Великий Шаббат что значит Великий Шаббат это когда Пятница вечером падает вернее Песох падает на Пятницу вечером и тогда они поторопились снять его с креста и похоронить и они положили его в гробнице богатого человека но не принесли ароматы не успели принести недостаточно ароматов и закрыли гроб и поэтому в субботу сегодня 2000 лет назад ученики и не только ученики но все кто был свидетелями происшедшего были в шоке они праздновали Седер Песох потому что так принята была эта часть нашей истории но они не могли проглотить даже кусок еды потому что это было все сплошное волнение они не ждали не знали что ожидать завтрашнего дня но то же самое произошло с Израилем когда они вышли из Египта с одной стороны вот произошла смерть первенцев и они убежали из Египта но они знали что значит сила фараона и возможно на завтра он побежал за ними и уничтожил бы всех что-то подобное ты не знаешь чего ожидать ты не знаешь в каком направлении двигаться но мы знаем что на следующий день то что это будет завтра Мирьям и Марта и другие женщины взяли еще ароматы и пошли в гробницы Ишуа для того чтобы еще раз помазать ароматами его тела каким-то образом отдать ему честь и не нашли его там потому что начался сферата Омер праздника снопов и он воскрес из мертвых и вот это слово которое было дано Аврааму начало исполняться начало исполняться он пришел для того чтобы исцелить всех болящих в Израиле но не только больных физически те которые своими душами настолько спустились к греху что должны были принять искупителя но с Ишуа произошло кое-что еще есть такое выражение в Израиле праведник смерть праведника может искупить его поколение еще раз я скажу смерть праведника может искупить его поколение но смерть великого праведника может искупить поколение которые были до него и будут после него это то что произошло с Ишуа это мы читаем в Исаии 53 главе что он за всех нас пострадал что вину всех он возложил на его плечи и как мы можем узнать что Господь принял эту величайшую уплату кто-то знает абсолютно он воскрес из мертвых есть много разных споров за что Ишуа заплатил своей жизнью дьяволу для того чтобы нас выпустить на свободу заплатил ли своей жизнью Богу заплатил Тори есть разные мысли которые возникают в голове у людей но мы знаем что Танах говорит что Сатана может нас искушать но наказать нас может кто? только Бог и вся сделка все это дело у Ишуа было с Богом своей жизнью он заплатил за вину всего человечества Господу нашему Богу и как знак того что Бог принял эту жертву он воскрес из мертвых и сегодня и две тысячи лет тому назад и в будущем каждый кто будет принимать жертву Ишуа как что-то что произошло за тебя также получит и воскресение из мертвых Павел говорит об этом в послании к римлянам он говорит тот кто соединяется с ним смертью также будет соединен с ним воскресением я хочу прочитать послание филиппийцам с 3 главы стихи 9.10.11.12 Павел говорит я найдусь в нем не со своей праведностью но с тою которая через веру в Ишуа с праведностью от Бога по вере чтобы познать его и силу воскресения его и участие в страданиях его сообразуя смерти его чтобы достигнуть воскресения из мертвых говорю так не потому что я уже достиг или совершился но стремлюсь не достигну ли я как достиг меня Ишуа он говорит Божьей милостью я продвигаюсь к воскресению из мертвых я открыт для силы Божьей я верю что Господь восстановит меня по неделю назад говорил Дима но мы сейчас проходим в принципе разбираем книгу Откровения но я хочу вам процитировать еще одно место это Писание с Откровения которое мы уже выучили Откровение 5 глава об этом написано в Откровении 5 главе 5 первых стихов И увидел я в деснице у сидящего на престоле книгу написанную внутри и от вне запечатанную семью печатями И увидел я ангела сильного провозглашающего громким голосом кто достоин ни на небе ни на земле ни под земле раскрыть сью книгу ни посмотреть в нее я много плакал о том что не нашлось никого достойного раскрыть читать сью книгу и даже посмотреть в нее и сказал мне один из старцев не плачь вот лев из колена Иудина корень Давидов победил может раскрыть книгу сию и снять семь печатей ее этими словами я хочу завершить потому что в Машехе Господь открывает нам еще новую страницу в послании евреям написано до прихода Иешуа Господь говорил через пророков но сейчас самый сильный голос который мы можем услышать это голос его сына я хочу вам пожелать счастливого хорошего праздника спасибо за просмотр! Проверка! Субтитры сделал DimaTorzok и подписывайтесь на наш канал!